Здравствуйте, друзья! С вами школа скульптуры и рисунка Елена Дашутиной. Я веду для вас уроки скульптуры и рисунка в рамках объединения сфера. Сегодня мы проведем второе занятие по скульптуре, точнее второе практическое занятие по скульптуре. Откроем нашу работу, которую мы делали в прошлый раз. Для того, чтобы нам не нужно было отщипывать по маленькому кусочку от нашей работы, мы сделаем очень просто. Делаем надрез до внутреннего каркаса. И чтобы мы могли повторно использовать нашу подставку, делаем еще надрез снизу. Но тут в принципе делать ничего не требуется, так каркас очень близко. И начинаем раскачивать нашу глину. Вот один кусок получился. Кладем его пока что в общую глину. И также раскачиваем второе. Вот у нас освободился наш каркасик. Значит, подставку, которую мы делали в прошлый раз, мы можем использовать, но если вы хотите, то можете сделать ее еще раз для того, чтобы попрактиковаться. Сегодня мы будем лепить вот такую вот крыночку. Для этого нам нужно будет сейчас снова набрать также, как и в прошлый раз сначала, грубую форму. То есть опять же, по новой набираем глину. Вот такими вот хлесткими движениями, как и в прошлый раз, мы ее прилепляем к каркасу. Стараемся делать таким образом, чтобы у нас не оставалось воздушных зазоров между глиной и каркасом. Если вы в прошлый раз сломали свой шарик, и у вас каркас стоял какое-то время сухим, то вам также, как и в прошлый раз, нужно сначала его побрызгать, чтобы он не тянул воду из глины. И подождать, когда он немножко подсохнет, чтобы... Ну, не подсохнет, а станет просто влажным и нескольким, чтобы глина с него не соскальзывала. Сейчас мы стараемся проделать эту работу на глаз. То есть пока что без всяких замеров мы смотрим на нашу натуру. Натура должна стоять таким образом, чтобы мы ее хорошо видели всегда. И стараемся передать ее пропорции в нашей работе. После этого, когда мы приблизительно сделаем это, мы проверим при помощи замеров правильность нашего глазомера. Но начинать надо с того, что мы просто пользуемся своим глазомером. Когда мы полностью закрыли деревянный каркас, то все равно продолжаем прикреплять куски глины вот так же хлестко, чтобы опять же внутри не было полостей. Привыкаем просто к правильной работе. Может быть, в этой работе это не столь принципиально, но в дальнейшем для нас именно такой способ набора глины будет очень важен. Вначале нам нужно, как я уже говорила в шарике, очень грубо и приблизительно набрать форму, высоту, ширину, не вдаваясь в подробности. Но нам нужно стараться не выйти за пределы нашей натуры, чтобы потом нам не нужно было заниматься резьбой по глине, потому что все-таки у нас не резьба, а лепка. Если мы видим сразу какие-то ошибки в пропорциях, то стараемся их не оставлять на потом, а вот увидели и сразу исправили. Вращаем нашу работу постоянно, чтобы видеть ее со всех сторон. Скульптура это объемное изделие, поэтому мы должны ее видеть со всех сторон, чтобы у нас не было такого, что спереди, например, у нас уже все готово, а сзади еще совершенно там грубая поверхность или там просто голый каркас. Поэтому постоянно вращаем нашу скульптуру. Сама натура у нас симметричная, поэтому в данном случае ее вращать не обязательно, но когда мы работаем с несимметричной, не одинаковой по всей своей окружности натурой, то мы ее вращаем тоже. Для этого у нас есть второй станок. Но в данном случае просто для нас не необходимо это делать. А чтобы вам не мучиться, долго в пустую, на всякий случай нужно померить высоту нашего горшка. Мы делаем работу один к одному, вот мы замерили высоту и сравним, насколько она похожа на нашу работу. У меня она сейчас чуть-чуть больше, чем натура, поэтому я сейчас чуть-чуть уберу лишнее. Почему это на раннем этапе важно? Потому что все пропорции у нас могут нарушиться, если у нас слишком большая работа. Конечно, это не обязательно делать один к одному, но нужно стараться просто для того, чтобы проверить свой глазомер, для того, чтобы натренировать свой глазомер. Теперь, когда мы в целом набрали болванку, мы начинаем проверять уже пропорции ширины, высоты и членений горизонтальных. Для этого мы опять берем наш стек и смотрим, сколько ширина нашего горшка помещается в высоте нашего горшка. Значит, на расстоянии вытянутой руки мы держим стек, направляем его на наш горшок и отмечаем пальцем, где у нас габарит. Вот этим краем мы кладем на одну сторону горшка, а пальцы мы отмечаем, где вторая сторона. Таким образом мы замеряем его ширину. После того, как мы замерили ширину, нам нужно посмотреть, сколько эта ширина помещается в высоте горшка. Мы, находясь на том же самом расстоянии и продолжая держать стек на вытянутой руке, ставим одну из отметок вот сюда вниз, вот так на вытянутой руке, и смотрим, где заканчивается отметка. Вот у меня примерно вот тут. То есть ширина нашего горшка примерно вот такая. Она помещается в нашем горшке примерно полтора раза. Значит, теперь мы делаем то же самое со вторым горшком, с нашим изделием. Смотрим, какая у нас ширина и сколько она помещается в высоте. Вот сейчас у нас ширина пока что недостаточная. Вот эта самая широкая часть еще недостаточно набрана. Здесь нужно добавить немножко глины. Мы потихоньку начинаем уточнять уже нашу форму. Делать ее немножко более пузатенькой. С разных сторон может быть по-разному, но если у вас в целом по кругу везде одинаковая ширина была, и у вас она недостаточно по отношению к высоте, то примерно одинаково и набирайте. Но все равно старайтесь ориентироваться больше на свой глазомер, потому что это важно. Постепенно вы натренируете его таким образом, что будете все нюансы видеть сразу же. И вам замеры будут нужны скорее только для того, чтобы проверить, чем для того, чтобы сделать для себя какое-то открытие. Смотрим чаще на натуру, стараемся сравнивать постоянно свою работу с натурой. И для того, чтобы, так же как и в рисунке, для того, чтобы видеть хорошо свою работу, нам нужно почаще от нее отходить. Вот мы в первом приближении набрали свою работу и отходим, чтобы посмотреть, что у нас получается. Издалека все недостатки, которые вблизи не очень хорошо видны, издалека они становятся очень заметны. Так, теперь нам еще нужно найти у этого горшка, где вот эта вот отметка, где у нас выпуклая часть переходит в вогнутую часть. На какой высоте. Опять точно так же на вытянутой руке мы стеком верхнюю часть стека ставим вот примерно сюда, а нижнюю, ну в смысле палец ставим как отметку вот сюда и смотрим, сколько у нас это будет помещаться вверху. Вот мы замерили. И теперь большой палец ставим примерно сюда и смотрим, докуда у нас, где у нас верхняя отметка, вот здесь вот на горшке получается. Сейчас у меня получается, что нижняя часть чуть больше, чем верхняя. То есть у нас не посередине проходит вот этот вот поворот от выпуклости к вогнутости, а чуть выше середины. Здесь мы можем таким же образом, можем на расстоянии это сделать. Делаем для себя такую зарубочку и смотрим, выше она или нет. Еще раз проверяем себя. Сейчас она даже может быть слишком высоко. Ее стоит сделать чуть пониже. Таким вот образом мы продолжаем вращать нашу работу, где нужно добавлять сколько-то глины, где не нужно убирать. И почаще отходим. Когда вам нужно будет сделать работу более плотной, обобщить, не забывайте, что мы используем вот такой вот метод. Уплотнение. Постукивание, похлопывание. Сейчас мы немного поработаем с нашим горшком и я снова к вам вернусь. Итак, друзья, наша скульптура стала гораздо больше походить на натуру, которую мы лепим. Пропорции стали больше похожи. Для того, чтобы у вас не было проблем с пропорциями, вам нужно замерить не только ширину горшка, но и остальные части. Вот, например, вы можете замерить, сколько горлышка помещается в высоте, сколько вот эта вот часть, где там горшок из выпуклого переходит вогнутая, помещается в высоте, сколько низ помещается в высоте горшка. То есть, таким образом вы можете промерить все пропорции нашего горшочка, если у вас есть какие-то сомнения. Но, в общем-то, можно потренироваться просто это делать и, даже если у вас нет сомнений, ну, просто посмотреть, как вы сделали, проверить себя, действительно ли вы оцениваете себя правильно, и заодно потренироваться вообще в самих замерах. Как я уже сказала, это делается на вытянутой руке, на расстоянии от объекта. И когда вы замеряете, вам нужно померить вот это расстояние и посмотреть, сколько оно укладывается там, ну, в высоте или в какой-то избранной величине, которую вы считаете, ну, главной, основной, которую вы взяли за основу. Как на горшке, который является натурой, так и на горшке, который вы лепите. То есть, это делается в обоих случаях на вытянутой руке. Даже если у вас размер вашей натуры и вашей скульптуры один к одному, все равно лучше делать это таким образом, потому что все равно небольшие отклонения могут быть, и удобно это делать именно таким образом. Так, значит, для того, чтобы привести скульптуру к такому состоянию, я использовала стек, руки, естественно, и петли. Там, где неудобно делать стеком, можно использовать петли. Поскольку они бывают и прямые, и выпуклые, выгнутые, то вот как бы вогнутые скульптуры нужно обрабатывать при помощи выгнутых петель. Вот это вот внизу место очень неудобное, в него трудно подлезть. Его как раз вот такими выгнутыми круглыми петлями можно обрабатывать. Так, я считаю, что нам нужно привести скульптуру к максимально хорошему, скажем так, идеальному виду. Внутри у нас горшок не является полым, то есть здесь у нас все глина, он заполненный. То есть мы не делаем точную копию, а мы стараемся передать его форму и пропорции. И вверх у нас закрыт глиной. Так, ну я надеюсь, что у вас на данный момент все получается. Так что продолжим приводить его вот к такому идеальному состоянию, хорошему. Во-первых, наш инструмент должен быть чистым. То есть не должен быть испачкан сухой глиной, потому что она портит поверхность нашей скульптуры. Поэтому время от времени нужно чистить стек. Во-вторых, у нас, естественно, должны быть чистые руки. Когда глина высыхает на руках, нужно их мыть. И напоминаю, что мыть их нужно в ведерке, чтобы не засорить водопровод, точнее слив водопровода. Так, ну и продолжаем работать. Мне, конечно, не очень удобно рассказывать и смотреть на натуру одновременно. Но все-таки я хочу вам показать, как это происходит. Вот уплотнение. Если где-то у вас не хватает на этой стадии, вам нужно уже брать не большие куски глины, а достаточно маленькие. Класть их очень аккуратненько, уже можно немного размазывать. И края вот этих вот кусочков глины можно, опять же, распределять при помощи постукивания. То есть сейчас мы уже занимаемся поверхностью. Если при, вот на этой стадии, если при вращении скульптуры мы видим, опять же, недостатки из предыдущей стадии, то мы стараемся их, естественно, исправлять. Вот. Ну вот сейчас немножко просто вместе поработаем, чтобы вы посмотрели, как именно это делается. Стараемся контролировать форму по силуэту. То есть вы сравниваете силуэт натуры с силуэтом нашей скульптуры, нашего изделия и стараетесь это, там, недостатки исправить. То есть не нужно, ну точнее, можно, конечно, работать вот с той частью скульптуры, которая не на силуэте. Но чаще всего мы ошибаемся. То есть по силуэту нам гораздо легче ориентироваться вот на таких вот объектах, как наш горшочек. Сейчас мы уточняем, приводим его как можно к более похожему на натуру состоянию, как я уже говорила. Нужно проверить, горизонтально ли у нас верхняя поверхность и симметричен ли наш горшочек. Конечно, натура у нас не идеально симметричная, но мы будем предполагать, что всё-таки она у нас симметричная. Вот, и уже какие-то там совсем такие маленькие нюансы и отклонения от идеала мы не будем повторять. Значит, для того, чтобы проверить, насколько наш горшок симметричный, мы можем опять взять наш стек посерединке и вот так поставить. Опять же, на вытянутой руке, потому что это у нас наиболее устойчивая позиция. И сравнивать две стороны. И вот сейчас я вижу, что у меня не очень симметричный горшок, что вот эта вот сторона более выпуклая, эта сторона менее выпуклая. Значит, вот здесь нужно добавить глины. И старайтесь относиться к своей работе критично. То есть, тут не нужно, конечно, выходить за рамки разумного в обе стороны. То есть, не нужно сразу свою работу считать шедевром. И также не нужно считать, что это там что-то ужасное, у вас никогда ничего не получится. Потому что ни тот, ни другой вариант не является правильным. Шедевры, естественно, вы сразу же не сделаете. Даже если вам очень нравится ваша работа, все равно старайтесь видеть недостатки. Старайтесь их исправлять. Но даже если у вас много недостатков, это не страшно, потому что мы только начинаем. И, естественно, они и должны быть. Главное уметь их исправлять, не расстраиваться и просто относиться позитивно и конструктивно к своей работе. Как видите, даже у меня при большом достаточно опыте, все равно в работе есть неточности. И это тоже нормально. То есть, работа не может сразу стать правильной. Надо на нее смотреть все время критично, исправлять и приводить ее по возможности к идеальному состоянию. Обратите внимание на донышко скульптуры, потому что это место такое не очень удобное, так же, как и у шара. С ним трудновато работать, потому что к нему трудно подобраться. Ну, как я уже говорила, что тут нам помогут петли. Вот, посмотрите, на самом горшке на натуре есть сначала выгнутая часть, потом выпуклая, потом снова вогнутая часть внизу. Вот ее нам тоже, вот эту вогнутую часть внизу, нужно передать постараться. То есть, не нужно делать так, как будто бы наш горшок подобен шару. Это не так вот характерный момент у него такой, что он внизу не похож на шар. То есть, там, где у нас вот этой вогнутости нету, мы стараемся при помощи округлой петли ее показать. Но не перестарайтесь слишком сильно. Тут очень легко случайно зацепить лишнее количество глины. В общем, будьте внимательны. И главное, чаще отходить от работы, потому что это очень помогает ее увидеть, оценить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, еще один момент. Вот здесь наверху у нас есть такой бортик. Когда мы этот бортик делаем, нам нужно его вот так же прокладывать кусочками глины, а не брать готовую колбасу, там катать и класть вот сюда, потому что когда мы катаем такую колбасу, у нас получается очень много неточностей сразу же, и потом нам исправлять их будет дольше, чем вот слепить кусочками нашу скульптуру. В некоторых случаях мы придаем кусочкам какую-то определенную форму, особенно когда у нас что-то маленькое там нужно поправить. Но вот на больших частях вот такого все-таки мы стараемся не делать. То есть мы не... Ну, то есть это неверный подход, он создает действительно массу ошибок сразу же. Вот. Для того, чтобы хорошо оценить еще вашу работу, то вы можете попросить, чтобы вам кто-то повращал вашу скульптуру, когда вы стоите на расстоянии от нее. Это тоже помогает заметить ошибки, потому что сами вы не всегда можете так отчетливо это все заметить, если вы стоите близко. То есть даже когда вы на расстоянии вращаете там стеком, все равно, ну, не настолько хорошо все видно. То есть вообще-то отходить лучше дальше, там, на несколько метров. Вот. Соответственно, если у вас есть кого попросить, чтобы вашу работу повращали, то воспользуйтесь помощью. Ну, вот у нас сейчас начинает уже появляться донышко. Сейчас я хотела бы еще поработать с верхней частью, с горлышком. Смотрите внимательно на характер этого горлышка. Сначала оно идет в одном направлении, и потом резко поворачивает сильнее к основной горловине. Вот. И потом уже начинается вот эта основная горловина. То есть оно не то чтобы одинаковое, оно не прямое. Оно не является просто бортиком. Вот эти нюансы нужно постараться уловить. Но при этом все тут достаточно маленькое, и если мы слишком сильно размахаем вот эти вот нюансы, то они уже тоже перестанут быть правильными. Вот. То есть с этим горлышком нам придется повозиться. Вот. 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 как видите когда у нас изменяется одна часть скульптуры другие части скульптуры могут приобретать несколько другой вид то есть это все пропорции то есть одно мы всегда оцениваем сравнении с другим вот поэтому не забывайте что если вы что-то меняете опять же нужно отходить и оценивать в целом все наше изделие старайтесь всегда видеть изделие в целом то есть на детали надо обращать внимание но никогда не нужно забывать что изделие можно сделать в характере и сделать вот похожим на то что мы хотим когда мы его все-таки оцениваем целом детали это самое последнее что нас интересует и стараемся эти детали сравнивать не с тем что не только с тем что мы видим там но и с самим изделием целиком то есть вот пропорции сравнивать горшка ну не только горшка вообще в любой скульптуре работа ведется именно так то есть мы и части сравниваем друг с другом и они только с натурой потому что когда мы сравниваем только с натурой то мы можем при ну сделать придать правильную форму там какой-то части нашей работы но она будет например там крупнее в пропорциях чем все остальные части этой работы или наоборот мельче так вот вы посмотрели в общем как я сейчас работаю со скульптурой я еще немного поработаю и снова к вам вернуть а итак друзья горшочек я практически довела до того состояния которое хотела я хотел сказать несколько вещей которые нужно делать в процессе работы если ваша глина начинает подсыхать и перестает быть достаточно пластичной то вам нужно использовать пульверизатор брызг работать время от времени вот с работой нужно продолжать работать извиняюсь за тавтологию когда она уже перестала быть скользко блестящий она не очень удобно работать когда глина мокрая поэтому вода впиталась продолжаем работать лучше всего это делать перед перерывом как я уже говорила перерывы нужно делать обязательно время от времени то есть по состоянию вашего глаза то есть как вы только почувствовали что вы уже не очень хорошо видеть или у вас ну как вот нет такой прыти и желания там делать лучше отдохните а перед тем как отдохнуть побрызгайте работу если вы собираетесь продолжить а если вы не собираетесь продолжить соответственно закрывайте и чтобы она не высохла так ну я считаю что примерно на этой стадии можно остановиться если вы хотите там по упражняться побольше сделать ее просто идеальной то это ваше право конечно можете так и сделать но для нас самое главное передать верно пропорции передайте верно силуэт достаточно симметричный сделать дело так чтобы все части были и соразмерно то есть передать характер нашего изделия там до совсем каких-то там идеальных состояний доводить эту работу в общем-то смысла большого нет так ну что еще не забывайте отходить от работы как я уже говорила примерно на такое изделие у нас должно уходить от трех до шести часов разные все люди у разных людей разная скорость соответственно кто-то может справиться за три ну меньше трех вряд ли скорее всего больше вот но больше шести часов я бы тоже не советовала потому что нужно все-таки какой-то поддерживать ритм потому что если вы работаете больше шести часов скорее всего работа вы ведете неправильно то есть или ударяетесь там вылизывание поверхности раньше времени или там ну короче говоря перепутали стадии работы скорее всего поэтому обращайте внимание еще раз напоминаю что мы идем от общего к частному сначала мы прокладываем большими кусками глины нашу работу стараемся держаться в рамках того силуэта который нам нужен не вылезать за них но если это случилось ничего страшного просто мы должны стараться потом когда мы проложили по большей части нашу работу нам нужно ее начинать уточнять проверять пропорции замерять нам это делаем на вытянутой руке наш инструмент держим от работы находимся на расстоянии когда мы уверены в пропорциях и можем уже нашу работу уточнять как бы приводить порядок то соответственно мы используем стеки петли вот ну и руки вот и когда вы довели работу до такого состояния можно остановиться советую вам свои работы фотографировать потому что интересно видеть как идет прогресс вот ну и наверное на этом пока что все тогда увидимся с вами в следующий раз а вот еще один важный момент вам не обязательно естественно искать точно такой же горшочек потому что такие же не бывают это ручная работа вот но постарайтесь найти что-то похожее и работать по аналогии то есть обращайте внимание на детали обращайте внимание на то как ну на характер то есть там где он вогнутый старайтесь передать вогнутость там где он выпуклый старайтесь передать выпуклость и в общем то главное его пропорции то есть работайте по аналогии с тем что мы делали сейчас я думаю что у вас все должно получиться ну на этом я думаю все таки в основном все работу когда вы закончите заверните опять оставьте ее до следующего раза мы точно также используем эту глину повторно закрыл закройте ее сначала мокрой тряпочкой и потом заверните пленку вот ну и до новых встреч всего доброго